Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, скульпторами интересным Кристиан Шад. Немецкий художник, художник-график, фотограф, представитель нововещественности. Рассматриваемые как группы портреты Шада образуют экстраординарный отчет о жизни в Вене года после Первой мировой войны. Шад родился в Мисбахе, верхняя Бавария в семье, при успевающего адвоката, который поддерживал его почти половину жизни. В 1913 учился в Академии искусств Мюнхене. Будучи пацифистом, бежал в Швейцарию в 1915 году, чтобы избежать службы в Первой мировой войне, поселившись сначала в Цюрихе, а зачем в Женеве? Оба города были центрами движения Дада, и Шад стал дадаистом. В Цюрихе он познакомился с такими дадаистами, как Ганс Арп и Хьюго Болл, а также с Вольтером Сернером, вместе с которым основал литературное обозрение «Сириус». Он был свидетелем основания знаменитого кабаре Вольтер. Начиная с 1118 года, жил в Женеве, Шад создал свою собственную версию фотограммы, которая позже была названа Тристианом Царой Шадографами, где контурное изображение развертывается на хлоридной распечатанной бумаге. Провел несколько лет в Риме, Неаполе, женившись на Марселе Арканжеле, дочери римского профессора. Он поселился в Неаполе, где посещал курсы живописи и рисунка в Академии художеств. Его картины этого периода тесно связаны с движением новой объективности. В конце 20-х годов он вернулся в Берлин, где и поселился. Искусство Шада не было осуждено нацистами, так как творчество Отто Дикса, Джорджа Гроша, Макс Бергмана и многих других художников движения «Новая объективность». Возможно, это было связано с тем, что его работы казались внешне более условными. Заинтересовался восточной философией. Его художественное творчество резко сократилось. В 1937 год. Узей современного искусства покарал три шадографии по долине Тристаром, царой Шоа Дада и сюрреализме. В этом же году нацисты включили шад в великую немецкую художественную выставку. Некое противоядие от дегенеративного искусства. Жил без известности в Германии во время войны и после нее. После разрушения своей студии в 1943 году он переехал в Ашенбург. Город поручил ему скопировать квартиру Матиаса Грюнвальда «Дева с младенцем» в церкви, на которой он работал до 1647 года, то есть 4 года. Когда его берлинская студия была разрушена воздушной бомбардировкой, его будущая жена Бетина послала его работы и привезла ему в Ашенбург. Шад продолжал рисовать до 1950-х годов в стиле магического реализма и вернулся в 60-х к экспериментам с фотограммами. Репутация Шада начала восстанавливаться только в 1960-х годах. Была пара выставков в Европе, его работ. Я цитирую Википедию, переводную. Немножко кривый, конечно, перевод, но который есть, что есть, как говорится. Шад умер в Штутгарде 25 февраля 1982 года. Надо сказать, что в 1918 он начал экспериментировать бескамерными фотографическими изображениями. Он был вдохновлен кубизмом. В 1919 году Шад создавал фотограммы из случайного расположения собранных им отброшенных предметов, таких как разорванные билеты, квитанции, тряпки. Фотограммы, созданные на основе этих аранжировок, можно так сказать, были опубликованы в 1920 году в журнале «Додофон» с Тристаном Царой, который назвал их Шадографами. В настоящее время его работа находится в коллекциях Музея современного искусства в Нью-Йорке, Музея Тейт в Лондоне, Национальной галереи «Новые» в Берлине. Ну вот так, вкратце, из переводной Википедии о немецком художнике-фотографе, который был связан с движением «Дода» и «Новой объективности» Кристиан Шад. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы. Продолжение следует...